Здравствуйте! Это совместный проект Саратов-24 и ОТР. В эфире федерального канала саратовские журналисты знакомят зрителей с главными событиями региона. В области продолжают ремонтировать тротуары, только в Балакове потратят 160 миллионов рублей. Об этом обязательно расскажем. Меня зовут Жанна Марченко. Смотрите также в выпуске. В регионе с размахом отметили День космонавтики. В торжественных мероприятиях принял участие и президент. Детский парк ждет реконструкция. Каким его хотят увидеть горожане? Приступили к ремонту. На городских дорогах появится новый асфальт и бордюры. Известен список адресов. Черный снег этой весны. На сцене Теремка премьера, но спектакль смогут увидеть не все. Побывал в Саратовской области. На День космонавтики в наш регион прибыл Владимир Путин. Глава государства посетил парк покорителей космоса в Энгельском районе. Там он возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину. В ходе поездки президента сопровождали председатель Государственной думы Вячеслав Володин и первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова. Тогда, 19 апреля 1961 года, это грандиозное событие без всяких сомнений изменило мир. Началась новая эпоха. Началась космическая эра. Эра освоения космического пространства. Добавлю, что праздничные мероприятия, связанные с юбилейной датой, в нашем регионе начались еще на прошлой неделе. Одно из массовых мероприятий – велопробег. В нем приняли участие около 300 горожан. Они проехались по новой велодорожке и смогли увидеть, как изменилось место приземления первого в мире космонавта. Столько всего сделано. Просто класс, красота. Просто в восторге. Будем теперь почаще сюда приезжать. Потому что раньше здесь только приехать на машине, пять минут погулял и все. А здесь теперь более приехать и можно всей семьей на весь день. Бутерброды взял с собой погулять. Вообще будет здорово. Московский трамвай на саратовских улицах. В городе появился желтый вагон марки Татра. Он курсирует по маршруту номер 9. Первые часы работы в салоне собрался настоящий аншлаг. Многие даже проехали нужную остановку, чтобы подольше покататься на транспорте. Кстати, со временем таких трамваев в городе станет гораздо больше. Павел Фитилев тоже присоединился к пассажирам. Хотел поехать на маршрутке. Увидел трамвайчик. Думаю, попробую прокатиться на нем. Такой красивый, здоровый. В салон этого вагона зашли даже те, кому нужно было совсем в другую сторону. Желтый иностранец вышел на рейс в нашем городе. Непривычный окрас и вид трамвая привлек внимание саратовцев. Это, конечно, не те, которые в Москве ездят и в другие страны. Но уже приличнее. И это приятно очень. В наше время и должны быть такие трамваи. Очень удобно, мягкое сидение. И, по-моему, даже дышится легче, чем в таком трамвае старом. Вагон чешской марки «Татра» теперь доставляет пассажиров из центра в заводской район. В наш город поступила целая партия таких трамваев. Этот брендировали первым. Цвет выбирали сами саратовцы. А вот интерьер салона стандартный, но тоже с современным оснащением. Здесь сиденьки мягкие, солнцезащитные. У нас это тепло, я думаю, зимой будет. Потому что печки под каждым сиденьем, три обдувочки стоят. И камеры стоят. Водитель уже видит, чтобы никого не прищемить, чтобы люди все вышли, зашли. Управляют столичным транспортом местные водители. Говорят, долго привыкать и переобучаться не пришлось. Но свои нюансы работы все же есть. Они ножны, как в машине педали. Не знаю, мне так больше даже понравилось, чем наши. Они плавнее идут, и скорость, и тормозят плавно. По словам сотрудников заводского депо, первая «Татра» не заменила, а дополнила число трамваев на линии. Планируется, что после окончательного ребрендинга на маршруты города выйдут еще 16 вагонов. А в общей сложности из Москвы в Саратов привезут 30 трамваев. Павел Фитилев, Роман Шельдяев, Саратов-24. И возвращаемся к одной из главных тем выпуска. Отремонтируют около 70 участков. В Балакове грядут большие перемены. Будут ремонтировать тротуары. Адреса выберут сами жители. Это одно из главных требований благотворительного проекта. Его инициатором стал депутат Госдумы Николай Панков. В прошлом году он помог сделать десятки пешеходных дорожек в Ольске, Пугачеве и Балакове. Продолжит работу и в этом году. Анна Забалуева расскажет подробности. Дети, детей очень много. Уже год им есть где ходить пешком. В Балакове на набережной Леонова построили новые тротуары. Это благотворительный проект депутата Госдумы. Николай Панков решил проверить качество покрытия. Выдержала ли оно зиму? Зимой они не совсем обслуживаются, потому что я смотрю здесь вот сне. Тоже надо здесь. Здесь просто большая куча была сгреблей отсюда. И с магазина сюда стащили. Парламентарий обратил внимание, что дорожки теперь ухожены. Нужно приводить порядок и территорию вокруг. Заменить павильоны остановок общественного транспорта. Обрезать деревья, поставить лавочки и урны. Благоустроить планируют и судоходную набережную, что напротив. Это набережная у нас, судоходная, она вся заросла. Там не лавочка. Мы сейчас и на набережную заедем. Я прям позавидовала. Вот гуляли в Саратове. Ты говорю, ну нам тоже так хочется. Новые востребования жителями новых условий проживания. Понимаете, не просто там выйти в грязи. У нас тут место шикарное такое. А уже там можно в любое время суток, в любое время года пройти по тротуарам, по пешеходной зоне, по набережной. Мы же ее должны использовать. И эту красоту, которую видно, ее способствует. А вот на улице Комсомольская пока еще только предстоит ремонт тротуаров. Его начнут уже в этом году. Делать будут с учетом всех новых требований. Николай Панков предложил высадить больше деревьев и сделать из этого места небольшой сквер. Мы тротуар делаем, а территорию-то облагораживать нужно, правильно? Значит, ветки обрезать нужно, сухие там какие-то эти вещи. Чтобы уже люди могли пользоваться. Вот смотрите, все равно. Вот сейчас вот здесь вот урночка небольшая была, да? Вот там я смотрю. Все-таки вопросы благоустройства. Давайте восстановим. Здесь у нас по-хорошему еще освещения никогда не было. Зеленая зона пройдет вдоль городской поликлиники, станции скорой помощи и травмпункта. Тех социально значимых мест, которыми пользуются горожане. Это одно из главных требований благотворительного проекта Николая Панкова. А еще важно учитывать мнение жителей. Именно они выбирают адреса, где будут проходить работы. Создавать новые пешеходные зоны будут и в этом году. Запланировали мы с вами ремонт 65 тротуаров. По вашим предложениям, по предложениям ваших коллег, жителей. Вот так вот я анализировал по охвату тротуарами город наш Балаков. Фактически мы зашли на все микрорайоны. Николай Панков встретился с общественным советом Балакова. Он отметил, что дорожники не должны вскрывать тротуары полностью, а делать их нужно участками, чтобы людям было где ходить. Строго следить будут и за качеством тротуаров, чтобы рабочие четко выдерживали технологию и не пытались сэкономить на материалах. 8 сантиметров у нас с вами получается щебенки, 8 щебня и 5 сантиметров – это асфальт верхний. Чтобы вот это тоже было выдержано, коллеги, я в любом случае через лабораторию это буду контролировать. В этом году на новые тротуары в Балакове потратят 120 миллионов рублей. Кроме того, Николай Панков принял решение о выделении дополнительных 40 миллионов рублей. Большие работы в городе начнутся в апреле месяце, когда позволят погодные условия. А прогуляться по хорошим тротуарам балаковцы смогут уже в середине августа. Анна Заболуева, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Большой ремонт тротуаров проводится в регионе не первый год. Проект анонсировали еще в 2019-м. Тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать большую сеть пешеходных дорожек в городе. При этом деньги выделялись не из федерального бюджета. О том, насколько необходимы подобные проекты в регионе, мы узнали у Михаила Шмырева. Политолог рассказал о важности создания комфортных условий в городах области. Очень грандиозный масштабный проект, который, как известно, рассчитан на три года. На ремонт тротуаров выделяются беспрецедентные средства. И ремонт тротуаров коснется не только пешеходных зон, и скверов, парков коснется не только областного центра, но и других городов области, таких как Пугачев, Балакова, Вольск и Энгельс. То есть крупных городов Саратовской области. Суммы тоже сами за себя говорят, хотя они, конечно, мало людям что скажут. Например, в прошлом году, когда в первый год реализовывался проект, выделено было более 800 миллионов рублей. В этом году выделена будет примерно та же сумма на ремонт тротуаров. И сразу видно, как начал преображаться тот же Саратов, тот же Балакова, Пугачев и другие города. Конечно, обходится не без проблем. Где-то проблема с подрядчиками, грехи в работе. Некоторые заканчивали работу уже в конце прошлого года. И сейчас по весне возлезают недочеты. Но большое дело без этого не обходится. Без проблем, конечно же, не бывает. Другое дело, что эти тротуары годами не ремонтировались. И сейчас, наконец-то, приводится в порядок. Это та самая работа, которая непосредственно касается людей. Не в какой-то там отдаленной перспективе, а то, что нужно жителям области здесь и сейчас. Надо все-таки учитывать масштабы запущенности. Многие тротуары не ремонтировались даже десятилетиями. И пришли в такое состояние, что там, наверное, даже асфальт уже трудно найти. Но здесь совершенно верно выбраны приоритеты. Они таковы, что в первую очередь нужно сделать подходы к социальным учреждениям. Эта задача поставлена таким образом, чтобы в текущем году, во второй год реализации этой программы, этого проекта, все подходы к социальным учреждениям, школам, больницам, театрам, музеям были завершены. Второй приоритет, который был определён, это ремонтировать самые проходные тротуары. Я допускаю, что эта программа в случае успешной реализации и поиска дополнительных средств вполне возможно будет и продолжена в последующие годы. Работы по восстановлению тротуаров действительно много. Часть пешеходных дорожек восстановили в прошлом году. В этом масштабная реконструкция продолжится. Вот и саратовский поэт Юрий Алексеев высказал своё отношение к ремонту тротуаров в стихах. Вот его зарифмованные строки. Каждый год наслаждаемся видом одним. К сожалению, вид тот банален. По весне тает снег и асфальт вместе с ним. Тротуарный сюжет стал опять актуален. Хоть и было немало сюжетов таких, но никто ничего не решает. Пешеходная зона дорог городских даже в центре провальной бывает. Чуть подальше от центра не меньше проблем. В тех кварталах, где частные здания, даже нет тротуаров. От слова совсем. Или только осталось название. А в конечном итоге такой вот курьёз получился без явного шума. Ведь подобного уровня этот вопрос нерайонным главой обсуждался всерьёз председателем нашей Госдумы. Их не пугает даже лёд. Речь о саратовских судовладельцах. В Саратове стартует сезон навигации в акватории Волги. 16 числа уже можно спускать свои катера на воду. Правда, ото льда Волга освободилась не полностью. Проходить через такие участки опасно. Анна Заболуева знает, не остановит ли это владельцев катеров. Саратовцы постепенно начинают готовить свои суда к выходу на Волгу. А базы стоянки в скором времени начнут открываться. Уже с 16 апреля на водоёмах региона стартует навигационный сезон для маломерных судов. Где-то Волга вскрылась полностью, как вот здесь вот мы видим, уже практически даже и льда нету. А где-то в Верховьях ещё лёд стоит, соответственно, ещё он будет сходить. А по правилам пользования, допустим, это судоводитель уже сам смотрит и выбирает по погодным условиям, когда ему выходить, когда ему не выходить. Но, в принципе, если у него судно подготовленное, если он уверен в своих силах, в своём маломерном судне, в принципе, может выходить. Просто так выйти на воду не получится. Перед этим нужно тщательно подготовить судно. Проверить его состояние и справность. Закупить все средства защиты. Это жилет на каждого человека и конец Александрова. Также следует подготовить документы. А вот уже базы должны проверить, есть ли незарегистрированные судна. Владелец судна представляет документы на право владения этим судном. Где в судовом билете пройден техосмотр. Если техосмотр пройден, то мы имеем право это судно выпустить. И при наличии, конечно, водительского удостоверения на судно. Пытаются как-то схитрить, нарушить немножко без документов. А зачем хитрить? Хитрить сейчас нельзя. Есть закон, который должны подчиняться. На учёте ГИМС стоит более 37 тысяч маломерных судов. По количеству зарегистрированных судов наш регион занимает третье место в стране. Уже на этой неделе судовладельцы смогут выйти на воду, но вот далеко уйти у них не получится. На Волге пока ещё местами стоит лёд. Анна Заболуева, Олег Буланов, Саратов, 24. Не ускорится, место для купания не откроется. Губернатор области остался недоволен темпами строительства городского пляжа. На днях он провёл на объекте совещание и выяснилось, что сам заход в воду обещают обустроить к 1 июля. А вот зелёную зону и участок набережной рядом с ним только к сентябрю. Такие сроки назвал подрядчик. Однако глава региона попросил его всё же поторопиться и напомнил, что это первый и единственный пляж города, который саратовцы очень ждут. Есть сезон для купания жителям. Мы должны именно жителям вот этот подарок сделать, а не зимой его открыть, когда уже сезона не будет. Вот просьба к вам. Я понимаю, что здесь в процессе изготовления, да, возможно, позиции какие-то могут задерживать. Но всё остальное здесь никаких опасений в плане задержки строительства нет. Товарищи архитекторы, строители, с ними Михаил Александрович, вы им всё поясните на русском языке, как это переводится. Побывал глава региона и на набережной, где идёт ремонт в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Вместе с главой города они обсудили вопрос исторического туфа с лестниц. Снимать его в итоге не будут. Как заявил Михаил Исаев, в этом нет никакой необходимости. Он рассказал, что согласно экспертному заключению, лестницы простоят ещё много лет. Подрядная организация уже приступила к активной фазе работ. Идёт демонтаж конструкции и разбор асфальтового покрытия. Как отметил губернатор, помимо набережной будет отремонтирована и фасадная часть домов, выходящих на набережную. Проезжая часть на верхнем ярусе будет заменена прогулочной площадкой. Протяжённость работы от бабушкиного взвоза до памятника Юрию Гагарину. Мы все балконы у всех домов будем делать. Вот у этих, да? Все. По набережной. Да. Но они разбиты. И мы совместно приняли решение, что мы их все сделаем. И цкаля. Реконструкция набережной космонавтов идёт по нацпроекту «Жильё и городская среда». Набережная станет частью 8-километрового пешеходного кольца, обустройство которого завершится в этом году. В скором времени в Саратове может преобразиться ещё одна зелёная зона. Речь о детском парке. Её горожане могут выбрать для восстановления в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Голосование пройдёт в конце апреля. Но первые обсуждения того, как должен выглядеть старейший парк города, уже прошли. Надежда Новикова расскажет подробнее. Вот вы зашли вот здесь. И куда вы идёте дальше? И что вы здесь делаете? Фонтан, лавочки. Вот здесь вот на гармошках играют. Вы сидите на лавочках возле фонтана. Вот я хочу, чтобы слышать глаголы. Играют дети. К детскому парку нужен серьёзный подход. У этой зелёной зоны солидный возраст – 85 лет. Если саратовцы проголосуют, то парк ждёт реконструкция в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда». Уже прошли первые обсуждения. В них принимали участие и представители городской администрации, и общественные деятели, и горожане, которые живут вблизи детского парка. В результате разработано даже общественное задание. Провели первые сессии. Встречались с жителями близлежащих домов. Встречались с сообществами профессиональными. Все желающие, кто хотел прийти туда, приходили. В рамках этого были проведены социальные опросы, было проведено анкетирование, каким хотят видеть люди этот детский парк, который сейчас у нас существует. На сегодняшний момент уже в рамках данных мероприятий подготовлено народное, так скажем, техническое задание. В своё время он стал третьим после городского и липок. Детский парк занимает около 6 гектаров. Здесь есть небольшой стадион, церковь и библиотека для слепых. На территории возле неё, кстати, предлагают сделать навесы, чтобы летом можно было читать книги на свежем воздухе. Зоологический уголок Эдендрария – это то, чем отличается детский парк от других саратовских зон отдыха. Поэтому многие считают, что его надо благоустроить. Сделать зимние вольеры для зверей и проводить занятия для юнатов. Вот такая шикарная мордаша, полная ярости. Коршун даёт себя погладить. Птица стала почти ручной и даже терпит чужих в своём вольере. В живом уголке в детском парке обитают более 20 пернатых, которые когда-то пострадали от рук людей. Большинство из них в первую ветеринарную клинику привезли спасатели. После травм некоторых птиц на волю уже не отпустишь. Законный вопрос, почему мы этих птиц не можем выпустить. Вроде, видите, какие они? Вот он готовится к прыжку. Не можем выпустить. А потому что травмы были настолько тяжелые, что то, что они сейчас практически незаметны, это не означает, что последствия этих травм прошли без лета. Они не охотники, они не конкуренты. Они уже просто существование их в родной их сети невозможны. Сотрудник организации «Биосферы» Игорь Петров ухаживает за покалеченными птицами. Говорит, с ними отдыхаешь и забываешь обо всех проблемах. У Игоря Сергеевича к каждому питомцу свой подход. Две неясыти, как краснокнижные, удостоились царских имён. Екатерина первая и вторая. Первая пострадала от столкновения с автомобилем. В Живом уголке для них выбрали место, где меньше всего света. А эту чёрную курицу в тёмной комнате не найдёшь. Её называют реликвией Живого уголка. Птица живёт здесь уже 9 лет. Прямо чёрный курицей подземный житель. Вот он таинственный подземный министр из сказки Погорельского. Живёт с зайцем. Это два дружбана. Вот они занимают свою площадь и очень, так сказать, трепетно к этому всему относятся. А этот житель Живого уголка уже имеет свою аудиторию. Говорящий чёрный ворон обсуждает с посетителями политику. Но вот на камеру разговаривать отказался. Как и я умею, так и я умею. Ну давай, давай, давай. Голосы, хорошенькие. В планах у сотрудников биосферы создание современных вольеров для своих пострадавших подопечных. Чтобы эти птицы были как напоминание о том, какой вред может принести человек живым существам, живущим по соседству с ним. В разных частях парка есть небольшие территории, которые без какого-то такого большого строительства, без угрозы повреждению существующих зелёных насаждений, можно было бы разрешить вопросы, которые требуются для разных этих групп. Например, пенсионеры говорят о том, что им было бы неплохо какие-то события небольшие, вечера устраивать. Общественный деятель Ольга Бурутина во время прогулки по этой зелёной зоне показывает деревья, которые надо спасать. Вот эта шелковица здесь, наверное, с начала основания детского парка. Ей необходима опора, иначе дерево может рухнуть на прохожих. Поэтому в рамках благоустройства в первую очередь необходимо позаботиться о зелёных насаждениях, уверены общественники. Вот, посмотрите, видите, то есть оно в глубине уже всё прогнило. И тут ещё момент какой, несмотря на то, что здесь основной ствол гнилой полностью, а вот эта ветка, видите, она тяжёлая, кроная, отягощённая, уходит влево. Если не сделать ей никакую подпорку и не сохранить это дерево как исторический арт-объект, можно было бы здесь какой-то деревянный домик сделать, который бы с одной стороны подбирал опасные тяжёлые ветви дерева, а с другой стороны был бы для детей каким-то новым, таким развлекательным, интересным объектом. Эта зелёная зона всегда имела репутацию тихого уголка. Здесь гуляют пенсионеры и мамы с маленькими детьми. И местные жители, и общественники выступают против идеи строить в детском парке развлекательные комплексы и прокладывать здесь велодорожку. Очень многие жители говорили о том, что велосипедисты, взрослые велосипедисты, пользующиеся большими велосипедами, они составляют определённую угрозу безопасности передвижения в парке. И поэтому можно было бы задекларировать этот парк как парк без велосипедов. Потому что и позволяет, собственно говоря, найти решение этого вопроса очень компромиссное, то, что по периметру парка будут основные городские велосипедные дорожки. Поэтому эти потребности можно очень удачно развести. В конце апреля путём голосования саратовцы решат, благоустраивает ли детский парк в рамках НАЦ-проекта. Все изменения в зелёной зоне будут обсуждать ещё не раз и с общественниками, и с местными жителями. В прошлом году в список территорий для благоустройства в рамках национального проекта попал сквер на 2-й садовой. Ремонтировали участок размером чуть больше 150 метров. Несколько месяцев понадобилось рабочим, чтобы заменить покрытие на дорожках, проложить кабель под освещение. Теперь в этой зелёной зоне появилась территория для выгула четвероногих. Правда, её оценили не все местные. Собаководы говорят, что щебёнка слишком острая для лап животных. Они могут получить травмы. По такому гравию ходить мы не можем, потому что у меня собака возрастная, и лапы болят нам. Он не может ходить по земле, по траве, даже мелкому гравию, но он старенький. Дело в том, что вариантов разных дорожек, вот конкретно, здесь много. Не хотите по этой дорожке, идите по асфальту, идите там, идите тут. Ну и что, ну дорожка, ну такая маленькая. Ну сделали её нормально, кому-то она всё равно нужна. Тогда на благоустройство в рамках национального проекта «Жильё городская среда» выделили 12 миллионов рублей. Сколько средств понадобится на реконструкцию детского парка, чиновники пока не озвучивают. Надежда Новикова, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Напомним, что уже через две недели стартует рейтинговое голосование по проекту формирования комфортной городской среды за объекты благоустройства в 2022 году. Проголосовать может любой гражданин России старше 14 лет с 26 апреля по 30 мая на платформе «За городсреда.ру». Территории и проекты, которые наберут наибольшее количество голосов, попадут в список на благоустройство на следующий год. И, возможно, именно детскому парку повезёт. Серьёзной реконструкции эта зелёная зона никогда не видела. И те, кого волнует красота и благоустройство родного города, уверены, что подойти к восстановлению этой зоны отдыха нужно с особой деликатностью. Общественники говорят о том, что здесь надо действовать по принципу «не навреди». Например, даже старые деревья нужно спасать, а не рубить. Предлагаем вам послушать мнение двух общественных деятелей, которые активно принимают участие в судьбе детского парка. Про конкретный план реконструкции речи на общественных обсуждениях не было. Оно прошло буквально три недели назад, по-моему, вот здесь в библиотеке, в парке. Собирались в основном жители окрестных домов, было несколько общественников. И там разговор вёлся не о том, каким будет парк, а каким мы хотим его видеть. Поэтому в основном высказывались мнения о том, чтобы хотели в основном сохранить спокойный детский парк. Чтобы здесь не было больших фудкортов, увеселительных заведений. Всё-таки это место отдыха пожилых людей, людей с детьми, мамочки, которые гуляют с колясками. Но проблема в том, что есть определённая, так сказать, часть, я не знаю, как их правильно назвать, проектировщики, которые продвигают здесь идеи каких-то увеселительных вот этих мест и велодорожка. Я хочу сказать, велодорожка в детском парке, она вообще здесь не к месту, поскольку здесь очень много маленьких детей. И попасть под колёса велосипеда очень легко. У нас велодорожка проходит по рабочей, замыкает мыльца на Астраханской. Поэтому хотелось бы, чтобы здесь сохранили максимально зелёную зону, чтобы здесь было больше именно мест отдыха, газонные, какие-то тенистые места, чтобы даже если произошла какая-то вырубка сухих деревьев, да, это, в принципе, необходимо, ну, высадили замену, ну, вот не такие прутики, как высадили на Арахово. Вы видите, 4 года прошло, там никакой тени, вообще речи не ведётся. А чтобы полноценные крупномеры подобрали, именно для детского парка, ну, не так много у нас в городе парков, да. Вот. И опять-таки хотелось поднять тему сохранения зооуголка в детском парке. Здесь у нас чудесный дендрарий, большая клумба роз, очень разные редкие растения выращивает. И, может быть, я думаю, что воссоздать, знаете, традицию, как раньше дети ходили, вот кружок юнатов был, да, то есть дети могли бы смотреть, как растут какие-то редкие растения, деревья, да, дети могли бы смотреть на животных. Ведь здесь не зоопарк, здесь, так сказать, проживают животные, которые пострадали от рук человека. И вся проблема в том, что они зимой закрываются, эти вольеры, они не приоспособлены для осмотра их в непогоду. Если бы сделали крытые зимние вольеры, то дети могли бы слушать здесь какие-то лекции, да, что-то изучать интересное, познавать. Я думаю, многие взрослые бы заинтересовались этим вопросом. Вот. Поэтому, опять повторюсь, хотелось бы сохранить детский парк как место спокойное, уютное, именно для отдыха жителей. После этого совещания, обсуждения, созданного в WhatsApp группа, где пошли обсуждения, и я вижу, что на комментарии, так сказать, общественников, жителей реакции вообще никаких нет. Такое впечатление, что люди между собой общаются там. Ну, я понимаю, что они там специалисты своего уровня, но раз вы создали такую группу, да, нет обратной связи. То есть им что-то пишут в комментарии, внимания вообще никакого нет. И вот они продолжают обсуждать велосипедные дорожки, а давайте сделаем здесь ночью какой-то развлекательный центр. У нас все парки ночью закрыты, а здесь будет открыт, товарищи, дорогие, тут жилые дома, да. О каком развлечении ночью в детском парке может идти речь. Не говоря уже о том, здесь детская церковь, детские учреждения. Ну, как-то я понимаю, что спортивная площадка, да, здесь нужна. Тут очень хорошо, кстати, позиционированы. Отдельно спортом занимаются, отдельно там детки гуляют. Ну, а вот такие развлекательные места как-то, ну, я считаю, что для них должны быть другие территории выделены. Поэтому я вышла из этой группы, могу сказать, что я для себя не увидела обратной связи совсем. По результатам обсуждений всех групп местных жителей, которые собирались на встречи в библиотеке парка, все участники единогласно пришли к пониманию, что концепция уникальная этого места заключается в том, что это парк преимущественно для тихого отдыха, либо родителей с маленькими детьми, именно с маленькими детьми, либо групп пенсионеров, которые проживают в этом районе. И наличие вот здесь, вот в самом центре парка библиотеки для слепых, конечно, накладывает еще вот такой аспект, что в этом парке большое время проводят маломобильные группы населения, незащищенные. Поэтому все эти стороны, они очень гармонично в своих потребностях и ожиданиях к парку сочетаются и сошлись в том, что концепция парка должен быть тихий и безопасный отдых вот для этих групп. О безопасности говорили много, что отмечали и самого важного, и единого в мнениях всех. Первое – это безопасность чисто физическая парка. И очень многие жители говорили о том, что важно наладить здесь регулярное присутствие органов охраны правопорядка. То есть либо пост полиции здесь должен находиться, либо регулярные обходы, но особенно в вечернее время. Помимо этого аспекта на безопасность очень влияет освещенность парка. Очень многие жители говорили о том, что здесь не хватает освещения и что все затененные улицы должны быть освещены. Одним из самых важных пожеланий, которые высказали жители всего прилежащего микрорайона, было отмечено, что этот парк – одна из редких сохранившихся озеленных зон. В прилежащих дворах, прилегающих домов, очень мало осталось больших взрослых деревьев. Поэтому жители высказали свои пожелания о том, что в этом парке, по большому счету, не надо ничего менять. Нужно сохранить действующие взрослые зеленые насаждения и максимум уход. Парку просто не хватает ухода. А больших преобразований в области зеленых насаждений здесь не требуется, по мнению жителей. Раскритиковал темпы строительства театра оперы и балета. Губернатор побывал на театральной площади и увиденное его не обрадовало. По его словам, работа организована недолжным образом. Контроль со стороны заказчика и Министерства культуры недостаточный. Как заметил Валерий Радаев, на объекте в разгар дня при отличной погоде задействовано всего 30 человек. Этому нет оправданий. Одним словом, долго, товарищ заказчик. Долго. Весь процесс сопровождается строительным контролем. Весь процесс сопровождается строительным контролем. Какие-то здесь самодельные вещи просто отсутствуют. Понятно, что технология, что-то там выдержать надо, столько-то, в зависимости от погодных условий. Но на это март был месяц, сейчас уже 10 дней тепло стоит, ни дождей, ничего нет. А мы до сих пор еще никак. Почему так вот все происходит? Сейчас на объекте заканчивают бетонировать нижний ярус. Проводятся лабораторные исследования. Также идет заливка плиты, после которой будут переходить к установлению монолитного каркаса и кирпичной кладки. Согласно планам, к сентябрю каркас будет готов. Реставраторы поживописи и скульптории прописали методику проведения реставрации. Подвальная часть и сцена подготовлены к основным видам работ. Продолжение следует. Кое-где возможны заморозки. Днем от плюс шести до плюс шестнадцати, а вот ночью от нуля до плюс семи. Атмосферное давление неустойчивое, в среднем в пределах нормы. Подмечено, чем медленнее понижается давление, тем устойчивее будет ненастье. А если вечером ходят большие кучевые облака, то завтра будет хорошая погода. С вами был Александр Новохадский. Всем добра, здоровья и терпения. До встречи. Приступили к ремонту. На городских дорогах появится новый асфальт и бордюры. Известен список адресов. Черный снег этой весны. На сцене теремка премьера, но спектакль смогут увидеть не все. О криминальных новостях расскажет официальный представитель Главного управления Министерства внутренних дел области Анастасия Захарова. Здравствуйте, вам слово. Спасибо, Жанна. Выпила, села за руль. В Саратовском районе госавтоинспектора задержали нетрезвого водителя. Правда, для этого им пришлось устроить погоню. Длилась она недолго. Спустя несколько минут мужчина за рулем остановился и вышел из машины. Он рассказал, что поругался с женой и выпил два бокала вина. Но, скорее всего, слукавил. Тест на алкоголь показал 1,28 промилле. В отношении нарушителя составлен протокол. Госавтоинспекция Саратовской области напоминает водителям о недопустимости употребления алкоголя перед поездками на автомобиле и накануне. Просит не подвергать жизни здоровью окружающих опасности. В противном случае вы рискуете лишиться права управления сроком от полутора до двух лет и быть оштрафованным на 30 тысяч рублей. Саратовские полицейские присоединились к акции «Дети России». Она проходит по всей стране и направлена на борьбу с незаконным оборотом наркотиков. Инспекторы вышли на улицы в разных районах города и с помощью баллончиков закрасили объявления о продаже запрещенных веществ. Таких на фасадах немало. Главная цель акции – рассказать подросткам о вреде наркотиков, а также об ответственности, которая предусмотрена за их незаконный оборот. Кроме того, сотрудники полиции еще раз напомнили школьникам и студентам о том, насколько важно заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Целью нашей работы, совместной работы является то, чтобы уберечь молодое поколение от негативного влияния наркотиков, от деструктивного поведения. И эту работу мы делаем вместе. Не платил за гардероб. В Саратове задержан мужчина, который воровал в магазинах одежду. Преступник попал в объектив камеры видеонаблюдения в торговом центре Ленинского района. Там он открыто похитил две куртки, после чего сбежал. Сотрудники магазина пытались остановить грабителя, однако догнать его не успели. Через несколько дней мужчина вернулся на место преступления со своим приятелем. На этот раз злоумышленники отправились в магазин сотовой связи, откуда совершили кражу телефона. Менеджеру также не удалось остановить преступников. Общая сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей. По данным фактам возбуждено два уголовных дела. Мужчины уже признались содеянным и пояснили, что награбленное сдали в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратили на личные нужды. Им избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде. Это был обзор событий за неделю. Спасибо, Анастасия. О криминальных новостях рассказал официальный представитель главного управления Министерства внутренних дел области Анастасия Захарова. Потратят миллиард на дороге. В Саратове начали менять асфальт. Уже сняли первый слой на Степана Разина, а на Серово и Откарское приняли за установку новых бордюров. Чтобы трассы как можно дольше сохранили свой первоначальный вид. Работу ведут в рамках нацпроекта качественные и безопасные дороги. Анна Забалова проехалась по городу, чтобы посмотреть, как меняется качество дорог. Сначала они измеряют уровень щебней, только потом заливают цементом. Все по технологии. На улице Серова начали ремонт дороги. От второй Садовой до Шелковичной уложат свыше 1300 квадратных метров нового асфальта. Уже сейчас сняли старое покрытие и устанавливают бордюры. Работают 20 человек. В основном только ночью. Идет по схеме установка бордюр. Шеменим там 10 сантиметров. И 10 сантиметров бетонного основания подушка делаем. И днем начинаем уже почистить. Потом идет подготовка под асфальт. Движения в городе очень большие, что не сделалось пробки. У нас работа такая сделаем, что город был свободно. Машины возили строительные мусор и остальные. Что ночная работа. А то днем невозможно. Все пробку делаем. Люди, машины стоят. Закончить здесь все работы планируют уже через неделю. А вот прослужит дорога не меньше пяти лет, обещают дорожники. Новый бордюр устанавливают и на Откарской. Работы ведут между Кутиковой и Большой Горной. А на Разино уже даже успели снять первый слой асфальта. На площади свыше 3000 квадратных метров. Всего же по городу параллельно ведутся работы на пяти участках. Все дороги, которые включены в нацпроект БКД, они по нормативам, по всем нормативам уже требуют производства ремонта. Плюс в этом году мы выбрали принципиальную позицию и производим все ремонты с максимальной заменой бортового камня, что бы не происходило раньше. Чтобы конструктив дороги простоял как можно дольше времени. Всего в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано 72 участка по всему городу. Потратят миллиард рублей. Кстати, за качеством ремонта дорог могут следить и сами жители. Анна Забалуева, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Не ученики, а преподаватели. Сдают экзамен. В Саратовской области в рамках регионального этапа конкурса «Учитель года-2021» 25 преподавателей демонстрируют свои навыки перед жюри. Сейчас в саратовских школах идут открытые уроки. На двух из них побывала Надежда Новикова. Она узнала, для чего учителю технологии понадобился топор, бревно и яблоко. Я же учитель технологии, а технологию принято конкурсировать с чем у нас? Взял в руки топор в образовательных целях. Так интересно в саратовских школах проходит региональный этап конкурса «Учитель года-2021». Преподаватель предмета технологии из Балакова Денис Гайворонский принес на урок бревно и яблоко. Для наглядного объяснения ученикам понятие информация. Это уже не тот урок труды, что раньше. Табуретки в их истинном лице уже не делают. А что делают? На компьютерах, получается, занимаются? Почему? Ручной труд у нас остался. Он необходим, конечно же, для развития человека. Но сейчас идет упор на новые технологии. Это 3D-моделирование, это станки с числом программным управлением в том числе. Ну и, конечно же, робототехника. 25 лучших педагогов Саратовской области уже представили членам жюри свои интернет-ресурсы, написали эссе на тему «Учитель между традициями и инновациями». Теперь каждый педагог на практике в работе с учащимися показывает свои профессиональные навыки. В классе чужие ученики, коллеги и жюри. Мы – жители планеты Земля. Преподаватель начальных классов из поселка Дубки Анна Козлова в конце урока, после рассказа об освоении космоса, предложила детям записать обращение для инопланетян. Четвероклассникам эта идея пришлась по душе. Я с детства люблю работать с детьми, с маленькими. Я организовывала такие небольшие, даже, можно сказать, детские лагеря во дворе, собирая соседских детей. И проводила с ними какие-то занятия, тоже физкульт-минутки. То есть это мне с детства было близко. После этого этапа жюри выберет 12 финалистов, которым предстоит провести классный час, создать свой образовательный проект и ответить на вопросы жюри. Ну а лучших выберут в финале, который пройдет с 26 по 30 апреля. Надежда Новикова, Олег Буланов, Саратов, 24. Вернули былой блеск с помощью рыбьих потрохов. Специалисты раскрыли секрет. Некоторые органы используют для создания специального клея. Таким способом был восстановлен и портрет Екатерины II. Сейчас картина находится в Краеведческом музее. Над ней работали около года. По словам специалистов, произведение было в аварийном состоянии. Анна Заболуева увидела, как изменился облик императрицы. В областном музее Краевидения представили парадный портрет Екатерины II. Он написан на рубеже 18-19 веков неизвестным художником. Это полотно является копией портрета, созданного Иоганном Лампи-старшем. Оригинал хранится в Эрмитаже, а вот у нас только что отреставрированная копия. Работу провели за год. Нижний край был сильно руинирован. Были отставания грунта от холста, отставания красочного слоя. Частично даже холст был утрачен. Вот эта пластина рыбьего клея делается из плавательных пузырей осетровых рыб. Потом он специальным образом перерабатывается. Из него получается вот такой материал, который уже непосредственно разводится в нужной концентрации. И картина рыбьего клея используется для проклейки холста. Еще некоторое время назад красоту этой картины невозможно было оценить. На полотне были прорывы, заплатки и царапины. Окраски стали тусклыми. Но специалисты Родического музея смогли ее восстановить. И из-за того, что лак свежий, картина сильно бликует. На реставрацию этого полотна деньги собирали всем Саратовом. Один из меценатов пожертвовал 30 тысяч рублей. По примеру крупных столичных музеев мы установили копилку, в которой мы собираем денежные пожертвования на восстановление тех или иных предметов. Там содержится изображение предмета, как он сейчас находится до реставрации. И также краткая информация о нем. И практически с первого дня, когда мы помещаем эту копилку, там начинают появляться купюры, монеты. В музее также хотят собрать средства на реставрацию картины Федора Корнеева. Саратов со стороны товарной станции написан в конце 19 века. Специалисты оценивают состояние полотна как удовлетворительное. А ранее музейщики начали реставрацию музыкального автоматона 19 века в Эрмитаже. Мартышки с механическим приводом начнут танцевать под музыку уже этим летом. Анна Заболуева, Роман Шельдяев, Саратов, 24. В театре кукол «Теремок» сыграют недетский спектакль. Там приготовили премьеру для тех, кому уже исполнилось 12 лет. В основе постановки «Черный снег» – воспоминания узников концлагерей. Сами создатели спектакля называют его сложным. Там нет юмора и диалогов. Зато есть необычные декорации и куклы. Надежда Новикова рассмотрела их поближе. Это такое у нас олицетворение того, что газовая камера, куда как раз-таки людей помещали. Газовая камера и куклы в полосатой одежде узников. Это декорации нового спектакля в театре кукол. В этот раз в «Теремке» малышей не ждут. Здесь приготовили постановку «Черный снег» для подростков на тему концлагерей. Сами актеры будут в черных костюмах. Антон Черепанов перед репетицией показывает декорации в движении. И куклы вблизи. Они неподвижные, словно замерли в своем прошлом. Мне кажется, для возрастного ценза 12+, это будет просто страшилка. Они не поверят, что это возможно было бы когда-либо. Какая-то придуманная история, как миф какой-то. Это взрослый человек понимает, что это действительно было, это правда. Это никто, это не вычеркнешь из истории. Дети, мне кажется, они отнесутся к этой истории, как фильм ужасов нам показали. В основе спектакля – воспоминания бывших узников концлагерей и история польского педагога Януша Корчика, который добровольно вошел в газовую камеру вслед за детьми. Спектакль поставлен в рамках проекта «Культура малой родины». Спектакль непростой по эмоциональному восприятию, потому что там нет юмора, нет диалогов. Они как бы… Есть один большой монолог, но можно считать это и диалогом, потому что присутствуют те узники, которые выжили в этих ужасных условиях, остались живы, повезло. И есть те, кого нет. Создатели спектакля поднимают важную проблему – проблему памяти о тех страшных событиях, оправдания которым нет. Увидеть черный снег можно будет 16 апреля. Я помню маму, когда ее вели на расстрел, она все просила убить эту дочку на кровь диточки глаза. Надежда Новикова, Олег Буланов, Саратов, 24. Завершили регулярный чемпионат на мажорной ноте. В последнем туре саратовцы и астраханцы решали, кто из них финиширует выше в турнирной таблице. Перед игрой шестую строчку занимал СГАУ Саратов. Аграрии в итоге на ней и остались. Первая половина игры завершилась убедительной победой саратовцев 23-11. Во второй половине наставник СГАУ решил проверить действий основной резерв, дав возможность лидерам отдохнуть. К тому же, по словам специалиста, он не хотел, чтобы кто-то получил травму. Встреча завершилась уверенной победой аграриев со счетом 34-29. Саратовский клуб завершает предварительный этап на шестом месте. Игра получилась отличная. Очень хорошо начали, смогли все свое забить. Хорошо получилось сыграть в защите. Первый тайм полностью удовлетворил. Во втором тайме в конце чуть-чуть вышли более молодые игроки. Много потеряли и получили свои ворота. Но результат первого тайма позволил так сыграть. Хорошо, что заняли шестое место. И выполнили задачи, которые поставили перед нами начальство и тренер. Результатом удовлетворен. Игрой некоторых ребят не удовлетворен. Соперник был серьезный. Просто, вы понимаете, так просто получилось. Так иногда бывает. Я помню, в Бразилии чемпионат мира был, когда Германия из Бразилии играла. И там счет был 7-1 в полуфинале. Поэтому в этой игре все бывает. Вот так получился первый тайм. Хорошо, что он так сложился. Будь меньше разницы, игра мяч в мяч, я думаю, что была бы серьезная игра сегодня. В Саратове продолжает действовать карантин. Его ввели из-за бешенства. Ветеринары обнаружили смертельное заболевание у лисы. Подробности расскажет Роман Базан в рубрике «Спецпроект». Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. На территории этого детского сада генеральная уборка 239-й комбинированного вида, что на Антонова. Недавно под забором этого учреждения обнаружили труп лисы. На место выехали ветеринары. Специалисты и установили, хищник был заражен бешенством. Вот убирка залазит, вылазит. Ночью спят, утром вылазит. У вас по-другому, получается, собаки живут? Да, живут по собаке в нашем подвале. Вот я нигде не видела, чтобы только у нас. Еще просто у нас здесь, я понимаю, да, их жалко, этих собак, жалко этих кошек. В нашем доме есть сердобольная женщина, которая ходит на базар, покупает мясо и раскидывает эти куски мяса собакам. Тушку зараженной лисы сюда притащили бездомные собаки. В этом уверена Надежда Андреевна. У женщины квартира в доме напротив. Говорит, видела, как свора бродячих псов загрызла хищника. Они не в садик притащили, а вот около садика, около забора валялась она. Прямо вот здесь под нашими окнами мы видели, как они, эти собаки, ее это... Ну, тут были. Я сначала подумала, что это или кусенок, или кошка. А выяснилось, оказывается, лиса. Откуда она взялась, здесь неизвестно. После подтверждения случая бешенства город закрыли на карантин. Произошло это впервые в стране. Дело в том, что по новым правилам ограничений устанавливаются для всего населенного пункта, где найдут больное животное. Раньше границы устанавливали местные ветеринары. И так как теперь карантин во всем областном центре, вывозить домашних питомцев из Саратова запрещено. Если нет свежей справки о прививке. Правда, за этим никто и не следит вовсе. Домашние животные в большинстве своем случаев, да, в огромном большинстве, они привиты против бешенства нашими службами. Где-то прививаются поливалентными вакцинами в частных клиниках города Саратова. Поэтому здесь все-таки, что касается домашних животных, здесь риск возникновения заболевания, он очень невелик. А сейчас же ведь в городе Саратове, и в связи с тем, что вот создаются агломерации, да, при соединении некоторых населенных пунктов Саратовского района к городу, есть еще и сельскохозяйственные животные. Вот. Которые, соответственно, содержатся в личных подсобных хозяйствах, и у которых может произойти контакт с дикими животными. Поэтому вот эти животные сейчас будут в первую очередь подвергнуты вынужденной вакцинации. Те животные, которые предыдущие вакцинации, либо у которых не проводилось, либо проводилось более полугода назад. Прибавилась работа и у городских коммунальщиков. До начала лета специалисты обязаны поймать и привить всех бродячих собак. Их, по некоторым данным, более пяти тысяч во всем Саратове. Уже увеличили число бригад службы отлова в пять раз. Правда, куда деть всех бездомных животных, пока не ясно. Единственный питомник на 250 собак переполнен. Сейчас его расширяют. Каждая собака актируется, помещается, на нее заводится карточка. То есть вся эта цепочка занимает достаточно длительное время. Плюс сама процедура отлова. Очень много заявок, не секрет, например, поступает. Но мы уже знаем эти проблемные места. Там район Глебучево, Оврага, стройки в Юбилейном, в заводском районе, в Ленинском, отдаленные поселки, Жасминка, Елшанка. Когда две бригады, три приезжают на место, даже при отлове стаи, после, грубо говоря, одного выстрела из духового ружья, по сути, собака одна остается, а остальные разбегаются. То есть для того, чтобы отработать полноценно одну заявку, необходимо три, четыре, пять, до десяти выездов на один и тот же адрес. Введенный карантин некоторых саратовцев напугал. В ветеринарных клиниках не скрывают. Количество обращений стало больше. Несут питомцев на прививки от бешенства. Дмитрий привел бигля. По словам мужчины, карантин он не страшится, но вакцинация его гончей необходима. Впереди ведь поездки за город. Нет вообще ни на полу. С восьми или семи побыли? А прививка тогда зачем? По расписанию. То есть раз в год мы делаем прививку собаке, потому что как бы лес, не лес, и на природе всегда с ним. Сегодня, конечно, необычный день, потому что и операции были, и вакцинации, и те вакцины, которые приходят там со щенками в первый раз, то есть независимо от карантина они бы пришли. Народу, да, было много. Было много прививок, потому что вот-вот начнется дачный сезон. Все слышали про карантин, все с это, не то чтобы бояться, но, конечно, они все взволнованы этой ситуацией, но они знают, что они вакцинированы, они знают, что они все сделали правильно, вот, и, как сказать, паники нет. По подсчетам специалистов, в Саратове порядка 100 тысяч домашних животных. Для удобства заводчиков в городе заработали мобильные пункты. Автомобили с ветеринарами в салоне объезжают микрорайоны. Бесплатно вакцинируют питомцев. Это вместо поквартирного обхода, который сошли не таким действенным. Мы всегда прививаем. У меня все собаки, я все 30 лет живу с собаками. До этого были азиаты, просто всех собак прививаем. Обязательно, раз в год. Мало ли что бывает. Они у нас домашние, как бы далеко не уходят. Я как бы думаю, что нет. Ну, мы как же прививаем собаку, каждый год прививаем. У нас паспорт есть, у нас как бы все положено. Ну, коты у нас домашние, поэтому мы как бы прививки им не делаем. А тут решил в связи с этим сделать прививки кота. Есть боязнь все-таки, да? Ну, конечно. У нас ребенок, конечно, страшно. Народ не напуган. Спокойно на все реагирует. Кто желает, приносит своих животных. Мы граждан информируем через всевозможные средства с массовой информацией, через социальные сети, обклеиваем, расклеиваем объявления. Граждане идут, граждане сознательные, все понимают. Непосредственно отлов осуществляет МБУ Дорстрой. Руководство Дорстроя осознает значимость данной задачи. Мы, как заказчики Комитета Дорожного Хозяйства, Благоустройства и Транспорта, находимся в постоянном контакте, взаимодействии с предприятием. И, естественно, контролируем всю эту работу. Более того, в постановлении речь идет о том, что все отловленные собаки должны быть вакцинированы от бешенства. Соответственно, опять же, на каждое животное заводится своя карточка. Каждое животное вакцинируется управлением ветеринарии. То есть, весь необходимый пакет документов, он не позволяет завысить статистику. Поймать всех бездомных собак в срок в Саратове вряд ли получится. Этого не скрывают и чиновники. На дополнительный отлов службам выделили всего 4 с лишним миллиона рублей. Этих денег хватит только на 650 голов. То есть, по 7 тысяч рублей на каждое животное. Но и не решать проблему нельзя, уверены эксперты. Иначе Саратов так и останется закрыт на карантин. Роман Базан, Александр Кравченко, спецпроект.